Всем привет! Рады всех вас видеть! Надеемся, у вас дела отлично. Саш, у тебя как дела? Как долетел? Долетел? Ну, пойдет. У меня был человек, который сел рядом со мной, он был такой, я спать не буду, будем работать. Ну, прошло минут пять, он уснул. А ты как долетел? Слушай, Саш, отлично, я думал, я не буду спать, но я весь самолет, все 6 часов проспал отлично. Супер, что да, давай. Я вообще-то поспал сегодня отлично тоже. Ладно, вообще, всем еще раз привет-привет. Мы прямо очень рады всех вас видеть на нашем докладе. Сегодня мы хотим поговорить о памяти, о снапшотах, о профилировании, о джаваскрипте, в общем, обо всяком таком. Но для начала немного представимся. Да, и прежде чем мы начнем, хотелось бы еще напомнить вам QR-код, сканируйте там чат для вопросов и оценка, фидбэк. Нам это очень важно. Да, вот. В общем, с вами он, Владислав Малацилло. И он, Александр Зайцев. Он, разработчик. Он, разработчик. Вот. Ну, вообще, на самом деле, изначально мы бы хотели рассказать немножечко сегодня о другом, да. Мы изначально планировали, что мы будем разбирать снапшоты на реальных проектах, смотреть. Но как будто это не настолько даст профита, если мы не разберем ту базу, о которой будем говорить сегодня. О том, что вообще находится внутри снапшотов. И сначала, в первую очередь, о том, как можно профилировать память V8 без снапшотов. Например, как посмотреть, что у нас находится, как двигаются наши объекты. В общем, всякая вот суета красивая. Обязательно мы, конечно, поговорим о том, что находится в снапшоте, как его правильно читать, на что обращать внимание, на что не стоит. Ну, и немаловажно, на самом деле, это как их правильно снимать. Вообще, мы говорим о снимках, о некоторых снимках, да, шот. Надо еще понять, что мы снимаем. Так сказать, осверлить память о том, как работает память. Да, супер, спасибо. И, ну, вот здесь мы видим картиночку, очень популярную по визуализации памяти V8. У нас есть Resident Set, это память нашего приложения. Есть еще куча всяких блоков внутри, но нас интересует хип, да, потому что стек — это немножечко не там, где искать утечки. Ну, в общем, хип, в нем есть еще дофига блоков, вроде new space, old space, large object space, code space, cell space. Ну, в общем, фиг с ним. Нас будет интересовать здесь в основном old space, потому что как раз там хранятся утечки памяти зачастую. Потому что в large object space, казалось бы, там большие объекты, но туда, как бы, корректор сильно не лазит. Ну, и, в общем-то, теперь хочется понять вообще, как мы можем посмотреть в рантайме нашего приложения, как потребляется память, сколько ее потребляется. Ну, да, мне кажется, самый очевидный вопрос касательно метрики памяти — это сколько она занимает. В браузере у нас есть performance memory. Обычный объект с тремя полями. Какой у нас лимит всего памяти, сколько у нас памяти используется и сколько доступно. Но MDN нам подсказывает, что вообще это уже деприкейтед и не стандарт, и есть он только в Chrome. Вот где он у нас доступен. И советует нам использовать другой метод, новый, он, как видите, экспериментальный — measure user agent specific memory. Он нам отдает promise. Уже доступен, ну, да, соответственно, недоступен еще в Firefox и в Sapphire. Так нам MDN подсказывает, что можно его вызывать раз в пять минут и собирать информацию о том, что у нас там находится в памяти. Примерно такой нам объект возвращает. Ну, разделен он по некоторым реалмам, по типам. В целом все то же самое, только чуть больше. Вот. Ну и, конечно, раз мы поговорили про клиентскую часть, да, не стоит забывать, как посмотреть можно памяти в ноде, потому что JavaScript, в том числе и про бэкэнд. Вот. В ноде, конечно, на ум приходит процесс memory usage. Здесь мы тоже можем видеть, сколько памяти у нас потребляется, сколько используется. Но мне лично гораздо больше нравится команда, функция, да, из пакета V8. Из API мы можем получить V8 GitHub statistics, что дает нам гораздо большее представление. И также API V8 представит вам еще пару методов, с помощью которых вы можете посмотреть, прям как ваша память будет разделена по различным спейсам. Спойлер, V8 их гораздо больше, чем на картинке, которая была. Вот. И раз уж мы тогда поговорили о том, как мы можем посмотреть память в моменте, мы хотели бы понять, как мы можем посмотреть, как двигается память внутри нашего приложения в реальном времени, да. Для этого можем воспользоваться также флагом V8, TraceGC. Этот флаг можно и в браузере, да, передать при запуске хрома, можно в целом и в ноде. В ноде, конечно, делать попроще, как это сделать в V8 через браузер. Есть ссылочка внизу, V8 DevDocs. Туда, в общем, переходите. Там будет подробная инструкция, как включить трассировку в вашем браузере, что она будет вам выводить. Ну и, конечно, что мы видим на этом аутпуте? Базово мы видим scavenge-mark-and-sweep. Что это такое? Scavenge-mark-and-sweep — это просто алгоритмы отработки garbage-коллектора. Ну и, соответственно, мы можем видеть, сколько памяти у нас очистилось, сколько у нас осталось. На самом деле, об этом не хочется сильно заостряться, потому что это прям очень подробно описано прямо в доке ноды. Да, можно открыть документацию ноды и посмотреть, как они описывают этот Trace. Очень удобно. Меня больше поразила другая команда, флаг вернее, да, это Trace.gc.object.stats. Если прошлая команда показывает вам в целом состояние памяти, то Trace.gc.object.stats покажет вам, как двигаются объекты внутри памяти более подробно и более широко. Мы получаем вот такой аутпут. На самом деле, этот аутпут будет нам выводиться каждый раз, когда отрабатывает garbage-коллектор. Важно подметить, что только mark-and-sweep записывается в этот аутпут. Ну и, соответственно, строится огромный вывод, и его можно засунуть в специальный инструмент от V8, V8 heap statistics. Соответственно, что мы тут можем увидеть? Мы можем загрозить наш аутпут в JSON, можем выбрать изолей, можем выбрать data view, то есть разбить по каким-то типам, можем посмотреть по data set. И мне кажется, это самым интересным, потому что мы можем посмотреть, какие объекты у нас остались живыми, какие объекты у нас погибли. Ну и мы можем выбрать определенный тип garbage-коллектора, собственно, в поле garbage-коллектор. И потом выгружить это все в CSV, если вам надо. Но как выглядит он визуально? Выглядит он страшно. Вот такие типы V8 у нас есть. Это только наш JavaScript-код. Здесь их дофига, все в скрин не влезло. Есть еще то, как он видит метадату, то, как он видит... Вот, подлагала. Вот. То, как он видит наш код. И есть еще unclassified. Это что-то, что еще не успели классифицировать. Это в целом есть и здесь, и в снапшотах, мы чуть позже к этому вернемся, что у нас есть какие-то unclassified поля. Ну и, конечно, он предоставляет timeline, который мы можем видеть на экране. Ну и, собственно говоря, здесь мы можем по разным типам данных посмотреть, что у нас произошло вообще с памятью. То есть можем посмотреть, как у нас что-то очистило. В зависимости от того, какой вы будете выбирать датасет, live или dead, он будет показывать вам разные таймлайны, что вообще на самом деле пипец как супер прикольно. Инструмент, конечно, сложный. То есть он требует глубокого понимания V8, типов, то, как это отрабатывает. Но если копнуть прям вот поглубже в него, то вы можете прям очень сильно закачаться на тему того, как вообще работает память внутри V8 и внутри вашего приложения. Но сегодня мы не будем об этом сильно рассказывать. Единственная просьба. Если вдруг хотите послушать про туллинги V8, оставьте, пожалуйста, об этом фидбэк. И обязательно расскажем про все туллинги, которые есть в V8. Ну и, соответственно, тогда перейдем дальше. Да, но если мы уж так глубоко копнули, то есть еще такой флаг allow native syntax. Он позволяет нам запускать некоторые built-in методы V8, доступные для дебага. Одна из самых часто используемых — это debug print. Вызывается через значок процента, передается туда абсолютно любой дескриптор. Output достаточно большой. Нам интересна, на самом деле, небольшая часть, а конкретно instance size. Дело в том, что здесь мы видим instance size только в самого объекта, без учета всех его ссылок. И такую информацию мы можем увидеть в целом только здесь. Если мы поднимемся чуть выше, нам еще доступен такой интересный метод консольного API — query objects. Туда мы можем передать любой конструктор. можем прямо просто object.prototype, и нам вернется массив со всеми элементами, которые оказались в памяти. Интересно, ну, понятное дело, мы можем здесь и посмотреть, и что там находится, и где находится. Вызывать, конечно, через консоль не суперкласс, ну, тоже можно, но можно пойти чуть дальше и использовать Chrome DevTools Protocol, и, допустим, из headers режима браузера это повызывать. Допустим, если у вас Selenium или Puppetir. Ну, вообще, еще доступно в Safari, но он там работает как-то немного по-другому. В целом можно поиграться. Вот отличный пример в просторах open-source — тест специально на память. Это одна из библиотек. Здесь вызывается код один раз сначала, потому что есть некоторые мимоизации — это явно не утечка памяти. Потом вызывается garbage collector — считается количество объектов в памяти. После вызывается еще тысяча раз этот код, потом снова garbage collector, и снова считается количество объектов, сравнивается с предыдущим значением. Сам метод count objects выглядит вот так. Здесь, как видите, передается прямо object.prototype. Ну и тоже интересно, что есть Puppetir, он прямо доступен в объекте page. Ссылочка вот на сам тест. Можно запустить, поиграть, посмотреть, возможно, использовать. Интересная вещь, что в целом это может помочь вам предотвратить появление каких-то утечек, но к вопросу о том, что если они уже есть, разобраться будет тяжелее, потому что он вам просто скажет, что количество объектов не такое. Поэтому мы здесь можем перейти к другому инструменту — MemeLab. Ну, в общем, есть такой инструмент MemeLab. Это прям целый комбайн, фреймворк огромный, который позволяет находить нам утечки в JavaScript, созданный, так сказать, уважаемой небезызвестной компанией. И в целом-то он позволяет нам заявленный функционал — это, конечно, находить утечки на клиенте, находить утечки в ноде. Также он предоставляет огромный CLI для анализа наших снэпшотов памяти. Ну и, собственно, мы можем и через него просто просматривать эти снэпшоты памяти. Но главный вопрос — как его вообще запускать, как он работает? Об этом пару слов. В нем тоже есть Puppetier, и он также через Chrome DevTools протокол запускает снэпшоты. Логика такая же, как в технике трех снэпшотов. Мы здесь просто указываем некоторый сценарий. Сайт, URL, на который надо перейти, действие, которое должно, возможно, вызвать утечку или не вызвать, и возвращение обратно, как бы предполагая, что должен сработать garbage collector. Ну и супер. Вернемся к его CLI, потому что, на мой взгляд, CLI очень крутой, и он позволяет нам как-то проанализировать нашу память, не обладая глубокими знаниями о ней, ну и в целом не требуя нашего погружения. Самое удобное в CLI — это то, что мы можем просто взять, запустить команду, пойти пить чай, вернуться в надежде на то, что утечка была найдена. Первая команда, которая приходит на ум, — это очень частая утечка в виде дом-элементов. То есть есть detach дом, мы начинаем их анализировать, да, и он начинает анализировать, почему у нас есть какие-то элементы, которые вообще-то в дом дерева уже удалены, но еще не очищены из памяти. Затем мы можем натравить его и на глобальные переменные, да, он может посидеть, почухать наши global variables, сказать, есть ли у нас там утечка или нет, ну, бывает, да, частенько такое, что в Windows записывается что-то или в global. Ну и, конечно, мы можем натравить его на объект. И вот это, мне кажется, самым прикольным, потому что в случае global variable там можем сами легко это посмотреть, но вот анализ object предоставляет нам достаточно гибкую историю. Он может найти нам, во-первых, объект, который имеет самое большое количество ссылок на другие объекты, что тоже очень сильно помогает. Ну и также можем найти просто самый большой объект в целом, что в целом тоже прикольно. Ну и у него есть в целом и анализ самого снапшота. Мы можем через него и посмотреть на хипснапшот, да, и как-то его проанализировать, и как он выглядит. Выглядит он следующим образом. Звучит, выглядит страшно, на мой взгляд, точно. Это еще все в терминале выводится, да, читать тяжеловато, но в целом, вероятно, это читается попроще, чем то, что мы изначально видим в браузере. Здесь все так красиво распихано. Ну и я, соответственно, запустил MemLab на своей утечке. О, ну и вот мы видим анализ моих снапшотов. Ну и, соответственно, у нас есть анонимный какой-то объект с типом замыкания. Он насчитывается в памяти аж 600 тысяч раз. И у него память, занимаемая общая, да, 50 гигабайт. Звучит странно, потому что мой ноут в целом не способен 50 гигабайт запустить тест. Но ладно. Но самое главное то, что в конце он мне вывел 0xFound. Ну, то есть как бы с замыканиями, с чем таким он, видимо, не очень хорошо справляется. Ну, у меня примерно вот такое лицо, потому что в целом они заявляют о том, что находят хорошо утечки, но, как мы понимаем, это не серебряная пуля, которая готова найти нам и решить все наши проблемы. Но MemLab как бы, мне кажется, классный инструмент, потому что его идея предлагает в том, что абстрагироваться вообще от понятия снапшот, просто запустить, у вас здесь утечка. Но считает он это по какой-то своей юристике. Непонятно, что он считает конкретно за утечкой, но на документации можно посмотреть, там есть отдельный пункт о том, как он работает. Если мы уже поговорили достаточно приближенно к фронту, что у нас в ноде? Ну, в ноде, соответственно, у нас есть инструмент Clinic, да, которым мы можем воспользоваться в том числе. Clinic.js в целом это достаточно большой инструмент для профайлинга. Мы можем смотреть там не только память, но еще и CPU, замерять ручки. И кучу всего, в общем, можем через него делать. Нас конкретно сегодня интересует, конечно, хип-профайлер. Как он выглядит? Извиняюсь за темную тему, светлой у них нет. Значит, что мы тут вообще можем видеть? Мы можем видеть FlameGraph, который просто распределяет нашу память, ну, показывает там, как наша память эволцирована через функции. У них есть гайд, на который мы можем нажать, посмотреть, как им пользоваться. Ну, и, конечно же, он нам утечку, как в MemeLab, не найдет. Он нам просто дает удобную, понятную, простую визуализацию памяти с возможным разделением того, что мы можем посмотреть отдельно память, которая, например, у нас используется в Dependencies, отдельно память, которая используется в нашем приложении, а при желании можно даже и в WebAssembler посмотреть, если вам вдруг надо. Ну, и как будто надо чуть-чуть сейчас вот остановиться, выдохнуть. Мы уже поговорили о куче инструментов, которые есть вокруг снапшотов. Как можно смотреть память, кроме как снапшотами? Ну, и надо подвести какие-то промежуточные итоги, промежуточные выводы. Ну, точно можно сказать, что инструменты могут быть полезными. Они явно интересны. Ваш внутренний инвестигейтер, исследователь точно порадуется. Они могут обнаружить утечку, но конкретно с MimLab не факт. Может произойти что-то такое, что его сломает. Ну, и не совсем они могут и указать на причину утечки. Вам все равно придется исследовать код, смотреть. И как будто бы это нас подводит к мысли, что без снапшотов, возможно, все-таки нам никак не обойтись. Мы уже много говорили про утечки, несколько раз это упоминали. Давайте вспомним, что это такое. Да, ну и такую страницу, конечно, всегда неприятно видеть. Ну и что вообще такое утечка, да? Утечка в целом это когда у нас в памяти нашего приложения находятся какие-то данные, которые не нужны для его работы. Также утечки делятся на две основные категории. Это софт и хахт. На софт мы можем повлиять. Это утечки, связанные с тем, что объект не может быть отищен из-за связи с garbage collector. Но вот хахту течки, мы на них не влияем, поэтому мы как бы на них и заостряться не будем, да? Это что-то вроде браузер течет, у человека там, не знаю, операционка потекла, ну или что-то вот такое. Не можем мы на это влиять. Ну, единственное, Влад, у меня есть к тебе один маленький вопрос. А вот почему тогда такое количество инструментов помимо снапшотов, если вот есть просто вкладка memory, которая решает все проблемы? Ну, снапшот — это явно спартанская история. С этим разбираться тяжело. Я думаю, что лично для меня самая большая проблема заключается в том, что у меня есть ментальное представление о том, как работает мой код, как он выглядит, но то, что мы видим в снапшоте, не совсем с этим мэчится. Хорошо. Ну и тогда перейдем к вкладке memory, той самой, да, злой вот этой вкладке memory. Вот, ну, соответственно, здесь можем видеть, во-первых, это три типа профилирования памяти, да? Начнем с первого — это hip-snap-shot. Hip-snap-shot — это просто снимок кучи в текущий момент, да? Это что-то вроде performance memory, который мы делали. Только здесь он большой-большой и показывает все еще объекты, которые у вас находятся. Allocation Instrumentation on Timeline. Ну, соответственно, просто запись, и распределяется она на какой-то временной линии. Ну, и последнее — allocation sampling, да, это когда мы можем посмотреть, как распределяется наша память относительно, ну, по функциям разбивая, да? То же самое, что мы видели во флейм-графе клиника. Да, ну и еще предлагаю побегать от снапшота. Попробуем все-таки второй и третий способ профилирования. Переключимся к Allocation Instrumentation on Timeline. Здесь есть интересная опция, можно записывать стек-трейс всех локаций. Нажимаем на запись, и через какое-то время мы увидим вот такой таймлайн. На нем есть бары. Они указывают на то, сколько памяти было выделено в определенный момент. Есть парочка ползунков. Мы можем их, так сказать, друг к другу приближать, смотреть конкретный момент времени. Это как раз очень сильно может помочь к вопросу поиска утечек. Ну и по поводу той опции записи стек-трейса, если объект был создан в момент, когда происходила запись, то мы увидим стек-трейс. Ну вот здесь явно какой-то объектик, у него есть ключ current, похожий на ref. Ну и здесь можно по стек-трейсу увидеть и компонент, который его вызвал, и библиотечку, да, ну и сам React. Опять чуть ближе на таймлайн. Здесь мы видим бары. Как видите, они двух цветов, синего и серого. Синий означает, сколько памяти было выделено. Серый кусок означает, сколько памяти потом после этого момента выделения было очищено. Здесь, как вы можете видеть, самый большой бар. Он потом, ну, запись была достаточно длинная, здесь просто не влезла. Он потом не очистился. Как будто бы, возможно, здесь есть утечка. Ну и, конечно, мы можем ползунками приблизить, посмотреть, проанализировать, проинвестигейсить. В общем, найти, если там действительно такая. Да, ну и переходим к следующему методу, да. Это allocation sampling, да, где мы можем смотреть распределение по выборке. На самом деле, самый визуально понятный, красивый. Нажимаем, соответственно, кнопочку start. Записываем, нажимаем stop. Получаем вот такой вот чарт прекрасный, да. Здесь мы можем видеть то, какие функции у нас вызывались в коде. Ну и, соответственно, если мы наведем на какую-то функцию, что тоже очень немаловажно, мы сможем здесь увидеть ее self-size, ее total size, да. Self-size — это сколько она занимает сама. Ну и total size, сколько с учетом всех ссылок. В общем-то говоря, здесь очень важно, что есть URL. Если вы прям кликнете на эту историю, то вы провалитесь в код, что пипец как удобно. Ну и, соответственно, у нее есть еще пара представлений. Первое — это heavy, когда мы начинаем идти от наших листочков, да, представляем все в виде дерева, и мы идем от наших листочков к нашему корню. Ну и, соответственно, есть представление дерева, когда мы начинаем идти от наших корней к листочкам. Ну и здесь, конечно, также показываются и self-size, и total size, да. Можем смотреть, анализировать таким образом. Еще очень важно отметить, что allocation sampling практически не влияет на перформанс вашего приложения, потому что снимать снэпшоты на проде бывает болезненно. Они могут очень много забирать, могут ресурсы какие-то не тянуть, либо большие просадки. Поэтому можно пользоваться allocation sampling для того, чтобы просто понять, осознать, что у вас происходит с памятью. Ну все, уже хватит бегать от самого снэпшота. Да, это может показаться как скример. Например, но иногда и действительно сложно бывает. Открываешь кучу всего написано, непонятно. Но я думаю, если немножко занавес эту темноту подубрать, получится разобраться с этим получше. Ну, переходим к выбору. Keep snapshot. Записываем. Ну и давайте сразу остановимся на типах представления всех данных, которые в снэпшоте у нас есть. Их четыре. Ну, summary, очевидно, это просто общее представление, сгруппированное по конструкторам. Comprison — это у нас сравнение будет. Да, мы можем как-то сравнить два снэпшота. Containment — это представление от всех gc-roots, от корней. Можем просмотреть, по сути, весь граф с высоты птичьего полета. Ну и statistics — это последнее представление, которое может нам показать нашу память в виде пайчарта, распределенную по определенным типам. Переключаемся чуть дальше. Дальше сама таблица. Первый столбец — конструктор. Здесь, как мы можем понять, все наши конструкторы, и классы, и функции, которые мы вызываем через нее. Мы видим количество этих объектов, но есть еще один важный нюанс, который, мне кажется, всегда смущает. Есть какие-то, помимо того, что это обычные наши конструкторы, есть еще специальные категории. Эти специальные категории часто путают, но давайте про них немножко расскажем. В самом верху мы видим array в скобочках, обязательно. На самом деле это специальная категория, чтобы V8 лучше понимал, как ему распределять массив, как ему увеличивать. В общем, для оптимизации там находятся такие экземпляры с object elements и потом там кавычки типа массив. Там находятся все значения. Если мы откроем какой-нибудь экземпляр самого массива, то здесь вот есть и сами ключи самих значений, и вот этот вот elements в сером выделенный, вот он как раз находится в категории array в скобочках. Чуть дальше. Compile code. Тоже очень часто встречается. Как видите, здесь их вообще 59 тысяч. Но это на самом деле просто built-in методы V8. Они там находятся, они могут расти, их может быть больше. V8 сам понимает, когда ему дать больше памяти, когда меньше. В зависимости от того, что мы вызываем, нам это тоже сильно на самом деле не поможет. Просто стоит знать, что оно есть. Concatenated string. Ну, тоже, конечно, чтобы быстрее V8 обрабатывал эти операции. Он хранит отдельно, создает отдельные кусочки для этих операций. Они там находятся. Ну, вот здесь какой-то JSX элемент. В общем, что-то надо для React. Object shape. Здесь hidden классы. Ну, просто hidden класс. Slice string. Ну, тоже операция slice, чтобы она быстрее работала. Отдельно выделяем. Помимо этого, есть еще такая категория, как system.context. Там хранятся просто локальные переменные из замыканий. Ну, вот, например, так. Еще помимо этого, есть system в скобочках. Тоже можете встречать. Это разработчики не придумали. И это unclassified. Они, в общем, поместили туда все экземпляры, которые остались. Есть еще internal node. Это вообще то, что надо вне V8, например, для движка рендера Blink. Давайте еще раз взглянем на запись. Например, экземпляр object. Здесь через собачку мы видим его идентификационный номер. Через двойное двоеточие. Это тот тип конструктора, которым он является. Ну, и еще стоит отметить, что серым цветом помечены те свойства, которые мы напрямую из JavaScript никак не можем вызвать и повлиять на них. Ну, и, соответственно, перейдем к следующим колонкам. Первым у нас идет distance. Мы уже несколько раз упоминали сегодня про garbage collector и про деревья. Но, собственно, distance показывает нам самый прямой путь от GC-рутов до определенного объекта. Здесь можем с разными цифрами видеть. Это под piston distance. И мы можем посмотреть, что вот ближе ко мне, прямо над моей головой, есть циферка 2. И в distance она будет отображаться именно как 2, хотя можно пройти и по далекому пути, да, через 1, 2, 3, и у него может быть 4. Но нет, в distance это всегда будет представляться как 2. И когда мы будем это все раскрывать, это будет самый короткий путь всегда показываться. Ну, и, соответственно, за этим идет shallow size. Shallow size нам показывает retain size объектов самих, которые находятся в этом конструкторе, да. То есть это то, сколько занимает сам конструктор, сколько занимают все объекты внутри него без учета каких-либо ссылок. Это то, что мы как раз могли увидеть в debug print, когда им пользовались since and size. Вот это сумма. Ну, и затем есть retain size. Это, конечно, самая интересная для нас будет колонка, потому что она показывает нам то, сколько занимает памяти со всеми ссылками. Потому что зачастую, да, мы вспомним утечки, связанные с тем, что какие-то ссылки не очищаются. Ну, и у нас еще есть пара возможностей в самих снапшотах, да. Во-первых, у нас есть класс фильтр, да, вот этот input, где мы можем вписать необходимый нам класс, тоже им воспользоваться и отфильтровать по имени класса. Но также у нас есть возможность выбрать все объекты. По умолчанию выбраны всегда все. Есть еще возможность выбрать объекты, которые были аллоцированы перед снятием первого снапшота. Если у вас несколько, то вы увидите еще и следующее, да, что вы можете выбрать объекты, которые были аллоцированы между первым и вторым снапшотом. Это может быть очень полезно, когда мы будем говорить о том, как правильно снимать снапшоты. Retainers. Тоже важная секция. Она находится чуть ниже. Если вы выберете элемент, можете ее потянуть наверх. Сразу раскроется какая-то колбаса. Это как раз самый близкий путь к gc-roots, к тому объекту, который содержит ссылку на наш изначальный по определенному пути. Здесь еще я хотел бы немножко отметить внимание, что снапшот надо делать, отключив все расширения, потому что расширения, они также попадут. Вот у меня здесь так и случилось, например. Ну, собственно, перейдем к следующему тогда view, да, это comparison, наше сравнение. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, во-первых, это тот же конструктор, да, с ним мы уже знакомы. Есть new. Здесь, напомню, мы сравниваем два снапшота. Сейчас выбран один снапшот, и он сравнивается с первым снапшотом. Соответственно, new — это разница того, сколько между ним появилось объектов. deleted — сколько удалено, delta — самое интересное, да, это разница между ними. Ну, и, соответственно, есть allocation size, есть freed size и есть size delta. Location size представляет из себя тоже, сколько было выделено памяти, freed size — сколько освобождено, ну, и, соответственно, size delta тоже представляет из себя дельту между allocation и freed. Следующий способ представления containment, как мы сказали, мы можем просмотреть от gc-roots до всех наших объектов, которые мы исследуем. Ну, это действительно просто вид с полета, с птичьего полета. Но также мы там еще можем исследовать локальные переменные замыкания. Ну, и напомним, да, опять про gc-root, потому что как раз containment будет вам представлять вид со стороны gc-root, как он все это будет видеть. Ну, и тогда рассмотрим последнее представление, да, последнюю вьюшку — это statistics. Здесь, в целом, не то чтобы суперинтересно, просто у нас есть разные типы данных. Они очень отличаются от тех типов данных, которые мы можем видеть, да, при той же трассировке как бэдж-коллектора, но это те типы, которые выделены в 8 в отдельный пайчарт. И важное замечание, например, о клоужах на наше замыкание, они попадают просто в total. Или что-нибудь такое, оно просто попадает в total, поэтому сюда мы заходим просто понять, сколько памяти потребляет наше приложение в том числе. Ну, и теперь немного о том, как все-таки производить правильно снапшот. Техника стара как мир, называется техника трех снапшотов. Ну, для начала мы прогреваем приложение. Все, что должно являться меморизацией, не является утечкой. Но таким должно и остаться. После этого мы делаем первый снапшот, это базовый снапшот, который мы будем потом сравнивать. Дальше мы повторяем несколько раз сценарий, который, как мы думаем, может вызвать какую-то утечку. Это может быть какой-то элемент, виджет, селектор или вызов какого-нибудь метода в ноде. Делаем второй снапшот. Потом повторяем несколько раз сценарий. Делаем третий снапшот. И выбираем третий снапшот. Ну, и в нем нам надо выбрать объекты, аллоцированные между первым снапшотом и вторым. Ну, собственно говоря, вот о той функции, о которой мы говорили, да, мы здесь можем увидеть за счет этого object allocated between там S1 и S2. Собственно говоря, в чем вся прелесть этой техники, да, мы можем посмотреть при помощи этого фильтра те объекты, которые были аллоцированы в определенный промежуток времени и до сих пор не были очищены. Это очень похоже на тот таймлайн, которым мы пользовались, только здесь все-таки это представление будет, наверное, чуть удобнее. И хоть сами разработчики Хрома рекомендуют использовать allocation timeline для поиска утечек памяти, тем не менее, когда они искали утечки памяти в Gmail, они, собственно говоря, и пользовались этой техникой трех снапшотов. Вот. Ну, и у нас, получается, вывод подходит, да, небольшой. Как-то мы очень быстро пробежались. Ну, и хотелось бы, на самом деле, чтобы вы чувствовали себя частично, да, как этот самурай, то есть чтобы вы могли прийти к вашей утечке, к вашей памяти, сделать сальто назад. Вы сделали сальто назад, посмотрели на утечку и поняли, как читать этот снапшот. На самом деле, правда, в наших глазах нам казалось, что неважно, насколько большое у тебя есть приложение, неважно, насколько сложно его смотреть, если ты понимаешь то, что находится в этих конструкторах, то, что находится в этих категориях, то, как читать все эти непонятные штуки на первый взгляд, что-то серое, что-то не серое, что-то черное, что-то вообще желтое, что это вообще такое. И если ты это начинаешь понимать, то тебе гораздо легче становится, и ты начинаешь меньше бояться этих снапшотов. И, сделав сальто назад, ты можешь найти утечку и спокойно пойти по своим делам. Вот. Ну, у нас вроде как остались пара советов напоследок. Да, утечки есть много где, везде. Я думаю, что можно найти, открыть любую open source библиотеку популярную, ввести в issue memory leaks и найти их там много. Но, действительно, каким бы у вас приложение не было большим, если эта утечка вызвана вашим кодом, через снапшот вы ее найдете. Ну, пробуйте снапшоты. Это, на самом деле, не так страшно, как кажется. Да, ваша ментальная модель, представление вашего кода там будет выглядеть немного по-другому. Мониторите память. Это тоже полезно, если у вас пользователи сталкиваются с тем, что на их компьютерах все тормозит, и out of memory неприятно. Ну, кэши иногда надо чистить. Да. Вот. Ну, на самом деле, у нас, правда, на этом все. Мы достаточно быстро прошлись. Надеемся, вы поняли и открыли для себя что-то новое. Напомню, мы будем очень рады вашему фидбэку, вашим вопросам. Сейчас мы тоже подключимся к вопросам и начнем на них отвечать. А пока всем большое спасибо, что пришли. Всем спасибо за доклад. А, да, еще хотелось бы сказать, что у нас есть подарок от нашей компании за лучший вопрос, который нам больше понравится. Вот. Ну и супер. Те, кто из зала, можете поднимать руки. Мы ответ... Вот я вижу первую руку, да, здесь можно? Микрофон молодом человек просто. Скажите, а вот вы показали, как в окружении хрома делать метод трех сканирований. А для ноды как поступать? Точно так же у тебя есть dedicated devtools для ноды. Ты заходишь в хром двоеточие слэш-слэш-инспект, проваливаешься, и у тебя будет абсолютно точно такой же интерфейс, как и в случае хрома. Он абсолютно такой же, и ты можешь делать то же самое, дергать несколько раз ручки. Принцип будет абсолютно одинаковый. Спасибо за вопрос. Понял. Спасибо. Есть еще? Вот, я вижу, девушка сзади впервые подняла руку. Спасибо за доклад. Какую самую необычную утечку вы находили с помощью снэпшотов, точнее, неочевидную? Очевидную? Ну, наверное, это дублирование зависимостей в джесте. В общем, у нас была такая инфраструктура кода, которая при джесте, джест, он монкипатчит все ваши зависимости, и это связано в ноде. Есть такая проблема, что у тебя он захватывает все твои рекуайры, самостоятельно их обрабатывает, ну и, соответственно, у нас тесты запускались там на 200 мегабайт, а заканчивались на 16 гигабайтах. Ну да, кстати, с джестом вообще интересно, потому что тоже влияние утечек памяти. Тесты, если их много, и они будут течь, то просто перезапускать пайплайн на кучу тестов, это неудобно и неприятно. Вот. Отвечу на один маленький каверзный вопрос, да, человек задавал его еще на прошлом докладе, он опять спрашивает, почему до сих пор не писали на PHP? Там нет утечек, снэпшоты не нужны. Евгений, отвечаю, я уже в другой команде, тут надо заново переписывать на PHP, и, к сожалению, не успеем. Так, давайте еще вопросы зала. Вот, блин, сколько рук-то получается у нас. Ребят, если что, не переживайте, потом еще будет дискуссия, и у нас будет целый час с вами удовольствия и задавания вопросов. Так, а пока... Кого спросить, Влад, выбери. Девушку, да. Привет, Катя Анишкина. Привет. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, в каких кейсах, в каких приложениях вам чаще всего приходится находить утечки памяти? Ну, я так понимаю, это ваша основная работа, да, у вас фокуса именно нет? Нет. Потому что это CI, вряд ли это, наверное, браузерные веб-приложения, в ноде, вот... В ноде? В области именно это, в CI, вот где чаще всего вы встречаете утечки памяти? Наверное, в ноде, но я не то, чтобы занимаюсь постоянно на работе поиском утечек на разных проектах, нет. Просто я... Ты приходишь на каждый проект, если ты будешь анализировать память, то зачастую ты можешь увидеть какие-то лики, они могут быть большими, могут быть небольшими. А в какой момент тебе приходит вот мысль, что надо проанализировать память? Если не out of memory ошибка, конечно. Есть какие-то другие симптомы? Мне она пришла на CI. Когда у меня CI начали падать, я такой, что случилось? Прихожу к DevOps, мне DevOps говорит, у вас лимит по памяти пробивается. Вот, соответственно, и у нас падает контейнер. Ну, и вообще, я бы хотел еще сказать, что в целом это классная практика иногда просто снимать снапшот. Неважно, это фронтовое приложение или на ноде. Так, для собственного удовольствия, для исследования. Тоже классно. Guilty pleasure, понятно, спасибо. Да, да. Вот, и еще здесь, и там. Давайте вот в конце зала сначала вопрос, потом у вас, молодой человек. В конце зала тут, и еще, наверное, потихонечку. Так, извините, сколько у нас времени осталось до конца? Можете подсказать, пожалуйста? Привет, спасибо за доклад. Привет. Нет, такой вопрос. А возможно как-то автоматизировать технику трех снапшотов в рамках end-to-end сценария? Например, на Playwright или Selenium? Да, была такая идея, и мы пробовали, когда готовились к этому докладу. У меня на проекте тесты на Cypress, и там это сделать тяжело. Ну, вообще подключиться к Chrome DevSource протоколу не так сложно. Можно посмотреть документацию, можно даже посмотреть у того же MemLab, как это они сделали. Сделать маленький плагин для Cypress и запускать. Ну, в какой-то момент, пускай это будет какая-нибудь таска, и в начале теста она будет делать снапшот, потом делать снапшот, и там в самом конце, чтобы было три снапшота. Единственная проблема, Cypress, если он даже в Headless режиме запускается, у него куча-куча всяких своих объектов, которые они создают в Windows, вычленить, что относится к вашему проекту, там тяжело. Ну, и еще Cypress тоже сам не без греха, у него у самого есть утечки. Да, он там внедряет же именно код на страницу свой. Да-да-да. Selenium прекрасно, мы тоже попробовали. Единственное, что нет даже близкой документации о том, как это сделать, но это можно, если просто в джевовых интерфейсах покопаться. Да, я думаю, в принципе, можно это сделать. Вопрос, как это потом анализировать. Ну, вы просто записывайте снапшоты, которые собрали. Можно на самом деле мемлаб еще просто натравливать, его скармливать туда, все эти снапшоты, и он вам будет говорить, например, на том же CI, что вот у вас там отдельный какой-нибудь запуск, чисто на исследование памяти, скормили мемлабу, он вам сказал, вот у вас утечка вот здесь. Да, спасибо. Смотрите. Я хотелось чуть-чуть добавить, спасибо за вопрос, относительно того, что мы показывали пример с Query Objects, если я вас правильно понял, то можно в целом и без техники трех снапшотов попробовать найти утечку через Query Objects, если у вас есть уже get-get-test, какие-то узкие места, которые вам кажутся вопросительными, просто накинуть на них этот код. Он очень несложный, быстро пишется. И вот здесь молодой человек в самом начале зала, в углу, он тоже хотел задать вопрос. Спасибо. Ребята, спасибо за доклад. Мне было бы интересно узнать, вы можете рассказать, что вообще хранит файл снапшота и насколько безопасно передавать третьим лицам? Ну, во-первых, не очень безопасно, потому что зачастую, если мы говорим про ноду, например, снапшот записывать в режиме дебага, то есть нужно запустить флаг на инспект. А во-вторых, ну, в целом, там вся твоя кодовая база, все данные, все объекты, там могут храниться какие-то и ключи в целом, если ты используешь их. Поэтому лучше, конечно, снапшоты этим лицам никогда не передавать. Да, но вообще это большой JSON на самом деле. И вот там, когда включаете запись снапшота, слева, где написано его номер, и потом указана память, это столько, сколько он сам весит, а не сколько у вас потребляется память. Спасибо. Еще вопросы из зала. Вот я вижу и здесь, и там, и куда. Нет, думаю, сюда. Да, давайте здесь сначала. Вам еще вопрос. Да, привет, спасибо за доклад, очень актуальный для нас, для нашего приложения. И такой вопрос, связанный с нами. Мы тоже любим баги на уровне приложения, потребляет 9 гигабайт памяти, же делайте что-нибудь с этим. Но хотелось бы какой кейс рассмотреть. Три снапшота, они помогут, когда мы взаимодействуем с пользователем. Ну, то есть, когда пользователь взаимодействует со страницей. Мы сняли снапшот, пользователь что-то сделал, мы сравнили дифф. Мы любим инструмент профайлинга, но, может быть, у вас есть какая-то экспертиза, что делать, если приложение реалтаймовое, типа мессенджера. И нужно фильтровать события, которые пользователь не делает. Ну, то есть, мессенджер, он постоянно обновляется, и очень много лишнего мусора, там, бесконечное количество. Есть ли способы фильтрации лишних событий, исключения чего-то, какие-то вот такие. Мне кажется, очень интересный вопрос. У тебя было такое? Нет, не было, но, как мне кажется, мне первое, что пришло в голову, вот то, что мессенджер реалтайм, да, это то, что мы говорили о локейшн сэмплинг, да, где мы можем прямо во время записи, во-первых, это не заперформит приложение, потому что мессенджер опасно, страшно и так далее. Перформить его не хочется, чтобы он падал. Ну, и еще там в целом можно увидеть разбиение по функциям, да, и понять, какие функции больше памяти занимают. Ну, и, соответственно, это достаточно наглядно, так как вы знаете вашу кодовую базу, вы будете видеть функции. И, опять-таки, еще хочется, да, добавить, когда вы переживаете, что в вашем коде могут быть утечки, настает время отходить от анонимных коллбеков, функций и прочего, и нужно давать имена функциям, потому что на том примере, который я показывал с MemLab, там одна анонимная функция, а представьте, если их у вас 70, и что-то вам не покажет их корень, такое может быть, поэтому это может быть очень большой проблемой. Так что именование функции, локейшн сэмплинг, наверное, могут вам позволить какое-то базовое понимание того, где у вас может быть утечка. Да, что проще было читать, и еще, наверное, можно функции вызывать через нью, чтобы они попали в сам отдельный конструктор, и чтобы их не надо было там проваливаться. Ну, это уж прям такое, но если, типа, есть проблемы, она прям правда беспокоит, и можно пойти, то можно заморочиться, конечно, и накинуть всевозможные те же тесты, да, на память какие-то узкие места. Да, ну, типа, есть же тестирование какое-то у вас в месседжере. Ну, и просто это покрыть тестами и посмотреть, после каких тестов у вас будет память увеличиваться, после каких нет. Вообще, вопрос суперинтересный. Спасибо. Спасибо. Я тоже люблю вот в этом копаться. Не знаю зачем, но, блин, так прикольно, аж пипец. Вы подумайте. Guilty pleasure, Саш, guilty pleasure. Да, 9 мегабайт целых приложения потребляет, а? А вдруг 12? Гигабайт. Ну, не гигабайт, там уже. На PHP переписываемся. На PHP, там уже на PHP переписываемся. Вот, давайте один вопрос сейчас зададим с чата. Я думаю, будем уже, да, потихонечку закругляться. Вроде было да. И будем переходить в дискуссионную зону. Так, тут достаточно много вопросов. Во-первых, конечно, спасибо Виктору Хомякову, да, за то, что он регулярно отвечает на вопросы в онлайне, на которые мы ответить не успеваем. Так, я сейчас найду какой-нибудь вопрос, на который Виктор Хомяков уже не ответил. Вот, тут есть вопрос. Человек, Богдан, говорит, что он как самурай со слайда, но после сальто у него кружится голова, и он уходит. Проблема такая. Приложение растет по памяти после каждого ход релода, и после десятка релодов падает локально. В браузере на стенде порядок относительный. Извиняюсь. С чего начать изучение проблемы? Ну, конечно же, начать с изучения того, сколько потребляет ваше приложение памяти, понять, может быть, какие-то узкие места, подумать подозрительно, есть ли у вас где-то кэширование, есть ли у вас где-то используются замыкания или глобальные переменные. Но вообще очень странная история, что после релода падает. Это как бы локальная сборка. Возможно, это веб-пак, он любит течь. Возможно, можно попробовать переехать на вайт или вообще что-нибудь еще прикольное придумать. Заморочиться вообще по полной. Ну, кстати, вайт тоже, по-моему, течет. У меня было, у меня точно было. Гигабайт на вкладке вайта появлялась. Ну, оно все течет, течет и не перестает течь. Поэтому еще раз вам большое спасибо всем за доклад. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за вопросы. Мы продолжим в дискуссионной зоне. И давайте здесь, пока мы еще, мы вручим подарочек за лучший вопрос. Он очень сложно. Тебе какой больше понравился? Мне понравился вопрос про 9 мегабайт. Гигабайт. У вас было 9 гигабайт или мегабайт? Гигабайт. А, ну, мегабайт там, ну, не, я подумал, блин, бывает. Мне про N2N тесты понравилось. Мне тоже 2 понравилось. Давай на свифа. Так, ты за 9 гигабайт, а я за N2N. Да, я за 9 гигабайт, ты за E2E. 9 гигабайт, пожалуйста, подарочек от компании X5. Да. Вы можете в целом, наверное, подойти. Ваш покет. Все, спасибо. Все, спасибо большое за вопрос. Удачи вам в поисках. Если что, пишите. Ну и все. Всем еще раз хорошего дня. Спасибо большое. Впереди еще 2 дня конфы.